Как вы со своей либертарианской точки зрения относитесь к Конституции Российской Федерации до поправок? Какие реальные шаги в постпутинской России вы бы предприняли, чтобы расплести из тесного клубка ее ветви власти, чтобы в стране установился политический баланс, который не может разрушить тиран? Ну, во-первых, давайте договоримся, что в России нет Конституции, ее не было и до поправок, который в документ, который так называется, вынес Владимир Путин, потому что тот процесс, по которому эта Конституция, точнее документ, который называется Конституцией, принимался, этот процесс невозможно считать конституционным, то есть его невозможно считать достаточным, чтобы создать Конституцию. Конституция должна объединять людей в добровольный союз и распространяться на людей, объединенные этой Конституцией. Когда писалась Американская Конституция, например, она писалась в первую очередь как союзный документ для штатов, которые вступают в союз, а в каждом отдельном штате были свои Конституции, которые объединили очень небольшое количество людей. В некоторых штатах Конституция могла объединять на момент написания Конституции десятки тысяч человек, а здесь попытались с нуля написать документ, который объединил сколько, 140 миллионов человек на тот момент. Поэтому, нет, конечно, Конституции в России не было никогда. Какие реальные шаги в постпутинской России вы бы предприняли, чтобы распрести естественного клубка ее ветви власти? Вот это вопрос разумный. Ответ на него будет не чисто либертарианский, потому что, как и любой проект реформ, он опирается на либертарианство как на путеводную звезду, если угодно, как на направление, в котором мы пытаемся двигаться, но само решение либертарианским, конечно, не будет. Самый лучший способ запустить либертарианские реформы в России и при этом не спровоцировать какие-то внутренние волнения – это сохранить ту этатистскую систему, которая достанется нам в наследство, но при этом создать процедуры, которые позволяют из этого пакета документов, из этого пакета отношений выходить на новых территориях, а именно на территориях, которые не прошли первичное заселение. Либо с помощью локальных референдумов на уровне городов, например, выходить из тех законов, которые достанутся нам в наследство. Это решит сразу две задачи. Люди инертные, которые не хотят перемен, смогут запереться в том комплекте законов, который существовал до этого. А люди амбициозные, люди энергичные, люди, которые хотят построить более совершенный союз, получат возможность выходить из комплекса этатистских законов для того, чтобы создавать на территории России новые юрисдикции и организовывать их по тому принципу, который им кажется наиболее удобным, наиболее комфортным. Вот этот подход, мне кажется, самым эффективным способом провести либертарианские реформы в России. Продолжение следует...